Телеканал 100 Компания Стрелец Компания Троя Ультра Пивной бар Фогель Компания Балтик Мастер Ресторан Гренадерский Представляет Александр Друз в роли капитана Антон Турчин в роли Кока В роли лоцмана Сергей Прохоров Кулинарная прогулка Программа о кулинарии и не только Добрый день, дорогие друзья Честно вам скажу, не знаю, что делать Потому что вот здесь, рядом с Каменным островом Назначил свидание нашему гостю Не знаю, почему он не является Хочется побыстрее отправиться в очередное плавание В нашей кулинарной прогулке И чтобы наш повар что-нибудь приготовил Потому что сегодня мы будем Опять продолжаем тему островов Это будет Елагин остров Хорошее место, где Мне кажется, это наш гость Мне кажется, это наш гость Потому что я знаю, что это Легендарный музыкант Легендарный музыкант Потому что для кого-то Он просто дядя Миша Но это для своих Такое официальное название Михаил Чернов Он может играть с ансамблем Например, с группой ДТТ Может играть без ансамбля То есть сам просто Но я знаю, что это рок-н-ролл Это наш ленинградский рок-клуб Михаил Отвлекитесь, пожалуйста Кстати, замечательный способ Зарабатывать деньги Смотрите Вот так вот И туда монетку Извините, извините Извините Вот так Попробуем Ну тогда мурку надо Дядя Миша Дядя Миша Я знаю, что это просто Любимая песня нашего капитана Пойдемте Обладуем его Хорошей музыкой На нашем корабле А вы, я так смотрю Тоже по-морскому сегодня Полозатенький Вот это вот тату А что оно означает? Это Я вам не понять Нет, ну может быть Какое-то музыкальное Может быть это Си бемоль Это Нет, нет Это иньянь Иньянь? Да То есть мужчина и женщина? Нет Отрицательная Положительная энергия Ну что А мне нравится Мне кажется Что женщина Это положительная энергия А мужчина Это отрицательная Так что же можно подвести? Мужчина обычно Нет, мужчина должен положить Ага Вот А женщина должна Отрицать Женщина Это вы знаете Это вы так глубоко копнули Что даже я думаю Нашему капитану Будет не разобраться Товарищ капитан Значит очередной гость Легендарная личность Человека-легенда Михаил Чернов По-нашему Дядя Миша Дядя Миша Пойдемте познакомимся Потому что Этот человек Сегодня нас будет гормиться Замечательный Вы знаете Сегодня на минут 40 Придется доверить ему Свой желудок Свой пищеварительный тракт Потому что Он за него отвечает Ну что ж Доверяю Дядя Миша Такими глазами Человеку можно Дядя Миша Антон Турчин Очень приятно Шеф-повар Шантан-дежавю Второй после Бога Да На нашем корабле Человек Второй Второй после Бога Хватит вам все время Руки Жмете-жмете Жмете-жмете Товарищ капитан Огласите Весь список Когда мы сегодня пойдем А сегодня мы пойдем К Елодиному острову А сейчас надо Дать команду К отходу Вы Вот литературно А дядя Миша Он музыкально Это сделает Отдать Швартовые Встречный марш Отдать Швартовые А что-то хочется Сразу есть А Антон Где все время Есть хочется ПОДАЛЬНАЯ ТОМ Генеральный спонсор проекта Компания Стрелец Спонсор проекта Компания Троя Ультра Спонсор проекта Пивной бар Фогель Пивной бар Фогель Большой ассортимент пива на любой вкус Отличная европейская кухня, живая музыка, уютная обстановка Пивной бар Фогель, Комендантский проспект, дом 21 Партнер проекта Ресторан Гренадерский Традиционная европейская кухня, настоящая украинская Суши-бар, вип-кабинеты, мангал, кофейня с собственной выпечкой Сигарная комната, пивной бар 12 сортов разливного пива, ежедневная музыкальная программа Ресторан Гренадерский, Гельсенфорская, улица, дом 2 Угол Большого Самсонецкого, 60 Телефон 050 Мне так кажется, что сегодня, чтобы мы и говорили, да, языком Дядь Миша будет это переводить как-то на музыку Дядь Миша, дядь Миша, сейчас подождите Вот сейчас вам опять очередная тема, опять очередная импровизация Мы уже отходим потихоньку, просто ведь это же дело такое небыстрое Про нашего спонсора ведь мы скажем что-то? Обязательно не про просто спонсора, а про генерального спонсора Наш генеральный спонсор это мясоперерабатывающий завод Стрелец Единственное предприятие подобного рода в Питере Которое имеет европейский сертификат управления качеством Антон, нам, пожалуйста, в Келагиностров что-нибудь российско-итальянское А вот почему итальянское? Потом расскажем Потом, да Все вы узнаете в кают-компании Михаил, прошу Спасибо Колбасу забери Сейчас когда по ступенькам спускайтесь, Михаил, лучше не играть Колбасу возьми Ступеньки у нас очень крутые Ну, на самом деле, дядь Миш, мы хотели сделать вам приятное Потому что, в принципе, вот остров, где мы сегодня будем плавать Название-то его Элагин Да Ну, вот я финское название-то не знаю Мистолосари Мистолосари А вот это вот Мистолосари, это, по-моему, Мишин остров То есть это, в принципе, ваш остров Вы можете его просто взять Ну, есть легенда, что первые солдаты Встретили медведя здесь, огромного медведя Поэтому у нас в него Миша Мишка идет А я думал, уже предъявить претензии Уже можно, да А то у меня еще ни одного острова нет Своего А так я знаю, что очень хозяева здесь менялись, сейчас Да, Саша? Да, но самый первый хозяин это был вице-канцлер Шафиров То есть они по соседству Канцлер Головкин был владельцем Каменного острова А вице-канцлер Шафиров был владельцем Я так слышал, что он что-то как разговаривал В конце своей карьеры, по-моему Ну, все поваровывали Просто политика менялась довольно часто И одно время Петр закрывал глаза на казна А потом друг из Синал Разрешать? Да Ну пусть На самом деле они поводились меньше, конечно Который тоже был большой казнократ Сложная была интрига Во всяком случае приговорили К отсечению головы Изменились ссылкой в Сибирь Шафиров был? Да, Шафиров был А хорошо начинал старик международцем? Ну, не такой уж он и старик был Надо сказать, что он Во многом именно благодаря ему Его усилиям Русская армия Без больших потерь Вернулась из полностью провального Пруцкого похода Он договорился с Султаном Ну, сначала с Визирем А потом с Султаном Что, как бы, все-таки Смогут отойти А в это время на Камбузе Что у нас? Масленица, да Елагин остров Там обычно справляли Поэтому мы делаем блины Но я не буду просто Блины банально Я сделаю, значит Одни американские блины Называется панкейк То, что они едят на завтрак И одни французские блины Называется крэпсюзет Оба Оба блюда Они сладкие То есть десертные И делаю я их, буду делать Естественно, из простой Блинное тесто Так называемое Вот, все знают Хозяйки особенно Все они будут с фруктами Оба А потом Когда они немножко там Поговорят об этом Во всем я сделаю уже Итальянские блины Это уже будет не десертный Редактор субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok А вот сейчас буквально так вот покажется Вот Елагин дворец отсюда А потом после Амирова еще Еще там были хозяева После того, как забрали мостов у Шафирова Отдали его женском генерал-прокурору Сената То есть генеральный прокурор Но не совсем с более широкими полномочиями То есть как человек сейчас Нет, главное лицо государства после императора А потом Этот остров достался Мельгунову Может тоже что-то опять с ним случилось Нет, Мельгунов его просто продал Потемкину Ну что-то случилось Деньги должны были Просто продал Потемкину Вот А Потемкин продал Елагина И вот с тех пор этот остров Стал называться Елагин А Елагин была очень интересная фигура Он был обергофмейстер То есть он был Главное лицо при дворе Ага Екатерина Второй Творчески говорят Человек очень был Он отвечал за театр За музеи Когда начала Екатерина собирать Эрмитаж Елагин помогал в этом деле А самое главное Он вместе с Кроповицким Принимал участие в литературных безделках Екатерина Второй Она писала Литературные произведения Пьесы в основном Ну вот когда пьесы Там какая-то песенка нужна была к пьесе Вот Елагин писал текст На самом деле Его собственные Произведения Даже если бы я их помнил наизусть Я бы сейчас прочитать постеснялся Потому что они все-таки вольные Да, вот То есть Барков и он Одинаково Продолжал Традиции Баркова Барков к тому времени уже умер Он писал довольно Вольный не в плане свободы А в плане свободы сексуальный А еще я знаю, что он такой На самом деле очень веселый дядька был Он, естественно, девушек любил Однажды полюбил Поскольку театр опекал Полюбил одну очень молоденькую актрису Красивенькую Ну и, естественно, позвал ее В свой же дворец Вот, значит, там Перед зеркалом Что-то там Какие-то кульпиты Первое это делал Короче, старик ног Сломал Не сломал А вывихнул Ну, вывихнул Разница Иногда говорят Лучше перелом Чем вывих На самом деле Вот, проще починить Вот, вывихнул ногу Ну и, значит, пришел на прием Екатерине А, по-моему, по поводу Суворова, да? Суворов поддержал какую-то победу И, значит, прием сделали И он единственный, кто сидел Екатерину настолько уважал, что решал сидеть Сидеть, значит, все стоят, все стоят Да? Он сидит Он сидит, значит И Суворов вдруг ни с того ни с сего, значит, спрашивает А чего это Господин Елагин-то расселся А она говорит А он, понимаете, вот получил травму Не в сражении Ранен Не в сражении Ранен, да А ухаживание за девушкой За молоденькой За актрисой Вообще, говорят, он очень вообще был Такой добрый человек И вот на своем острове разрешал Тут устраивал И праздники, и фейерверки И народ здесь тоже любил покормить На масленицу Почему я сказал Русский праздник Русскую еду заказали Антону Потому что масленица Это же праздник живата То есть когда надо было наесться Перед Великим постом На корабле в правильной форме Ну, естественно, первая блинкома Может и 21-й тоже комом быть Но так как все еще шатает И качает Поэтому Какой формы получится Такой и будет Потому что панки В принципе, это не блин Это блинчик Он же оладушек Ну, что получится, то и будет Главное вкус Так Коньячок Пусть погреется Я буду делать начинку Для крэп Сюзета Апельсиновые блины Ванильный крем Кайковый Простой обычный ванильный крем Сливки, ваниль, сахар А здесь вот народ любил пособираться Потому что здесь вот всякие регаты устраивались Это ротонда Ротондачка, да Надо сказать, что под этой ротондой Есть подземный ход Говорят, там, во дворец, по-моему Ну вот В этой ротонде Поскольку Элагин был Одним из первых масонов на Руси И они здесь собирались Собирались масоны Масонские какие-то Действия происходили Вот В Подземелье якобы Там какие-то у них были свои ритуалы Недавно совсем, кстати, обнаружили Вот эту вот яму, да Преистовые рации Почему-то хочется считать, что это масонская история Хотя на самом деле Вот некоторые говорят, что Вот попросту и винный поврик А еще я знаю, что ведь Граф Калиостр здесь посещал Елагина, да Да, Елагина Очень часто И вот, кстати, иногда вот эта легенда Я не знаю Она с беседкой связана Что он здесь свои там чудеса-то творил Там Наводил страх и ужас В этом как раз подвальчике Подземелье якобы здесь вот При помощи магии увидел Несчастное будущее Российской империи Да И ужаснулся И никому про это не рассказывал Вот с этим мы обычно в наших программах не говорим Но я знаю точно, что вот это дачный туалет Потому что тогда вот в дворцах не было Дуалетов И все ходили как бы Ну это гораздо позже Елагина Потому что Далековато однако Александр Первый А что подел? А что подел? Потом у Елагина остров купил За 350 тысяч рублей И купил его для своей матушки Императрицы вздорствующих Марии Федоровны Марии Федоровны И вот тогда Россий начал А это кстати Архитектора Павловска Россий строил Здесь построил свой первый городской дворец Ранней Руси Ранней Руси Да Ну надо сказать, что действительно дворец получился очень красивый Очень жалко было, когда во время войны Здесь же была база торпедных катеров на Елагином острове И в результате обстрелов, в результате бомбежек Дворец практически полностью сгорел Ну, вот если помните старый фильм Небесный тихоход Когда ребята гуляют по каменному острову И песню поют Парни правые, бравые, бравые Первым делом самолета они поют песни Ну это одна и та же песня Нет, это разные две песни Ну не будем спорить с магистром А, ну да, конечно Это две разные песни Бо друзья, перелетные птицы Да, вот и на заднем фоне Остров Остров Елагина дворца По-моему, даже без крыши Потому что еще не восстановили Остался один остров От дворца стены Обгорелый А еще я слышал Там ведь вот с львами Какая-то очень интересная история Которая вот выходит на масляный луг Вот, как мы проплывали Там вазы такие большие стоят А там два льва И они совершенно разные То есть вот раньше же обычно делали Если как бы, ну, за такой ингустиметрич То они как бы должны быть одинаковые А тут у них совершенно и мордочка разная Один свирепый, другой несвирепый Развернутый головой по-разному На шарик они по-разному наступают Самое интересное, по-моему, самые первые чугунные львы, да? То есть это самые первые львы Которые появились в нашем городе Все остальные городские львы Это копии с них А эти два льва, в свою очередь Это копии львов Которые стоят во Флоренции На площади Синьори То есть такое возрождение Я думаю, надо проверить Потому что сегодня как-то Антоша настроен очень по-боевому Я боюсь, что съест все до нас Пойдемте проверим Пойдемте ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Забыл, сэр Сейчас я тут слышал, что у нас есть речное такси Какое-то новое Которое, если им позвонить То они привезут все, что нужно Значит, позвоним быстренько Партнер проекта Компания Прибой Прогулки и экскурсии На скоростных комфортабельных катерах Телефон 974-95-21 С нами быстро И комфортно Генеральный спонсор проекта Компания Стрелец Спонсор проекта Компания Троя Ультра Спонсор проекта Пивной бар Хогель Партнер проекта Ресторан Гренадерский О, блины О, как здесь, хорошо Красиво Ой, а вот обязательно нужно малину жарить? Сделайте что-нибудь, я спрошу Она у тебя с коньяком Мы его спишем с корабля А вот сейчас бы еще мороженого сюда добавить Смотришь, блины, мороженое Малина с рома А вы клубнику со сгущенкой А почему? Клубнику со сгущенкой? Да Да Вкусно, да? А что же были такие конкретные? Сделаешь, ты понял, почему итальянское Практика? Нет А Калиостры-то откуда? Из Италии, Сицилии Вот именно поэтому Ну точно, итальянское будет попозже Это я сначала французское 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 и И американское Там ванильный крем и апельсины А тут крыжовник и варенье Забы, как и сладкий, как я не мешаю? Положительный А какую вообще кухню предпочитаете? Свою СМЕХ То есть сами на кухне, да? Ну, иногда То есть яичница, да? Нет, ну, яичница слишком просто Очень вкусно Вкуснятина Я вот вспоминаю 60-е годы Ну, конец 60-х И вот здесь же ЦПКО, Центральный парк Культуры и отдыха Именно Кирова Все острова, ведь помните, они назывались даже, по-моему, кировскими Кировские острова, да, так назывались То есть и Каменный, и Лагин, и Крестовский Они были кировскими островами, да? Ну, парк В 1934 году открыли А тут же ведь масса вот этих всяких аттракционов Аттракционов Лодочная станция Лодочная станция И чем интересен не Лагин остров? Потому что практически вот пейзажный парк, который Для Марии Федоровны разбили Он сохранился практически без изменений Я уж не знаю, Сёж, как ты А я в свое время брал Лодочку на прокат Лодочку на прокат Саннатри А еще Есть со своей будущей женой по кругу А я здесь вообще отдыхал на базе отдыха пионеров и школьников Тут летний лагерь был Летний лагерь Летний лагерь И зимний тоже Которые были Каникулы оставались в городе Не выезжали в лагерь И там когда заходишь Слева было деревянное здание И там пышечная была Там всегда была очередь за пышками Кайфовые пышки были И вот стоишь и ждешь Сахарная пудра Посыпали кофе с молоком А потом там еще пельменная была А помните, еще пельменная была С уксусом, со сметаной, с маслом По-моему, даже когда еще томатному соусу не было вообще Еще тогда Просто не давали его В природе не было Такого названия Кетчуп Кетчуп Не было, да? Иностранное слово запрещенное А я вот здесь вот Ну вот после седьмого класса Тогда уже в пионерский лагерь не пускали Вот была база отдыха пионеров и школьников И здесь прекрасно Здесь кормили три раза в день Утром приезжал Вечером и жал дам И целый день, значит На природе На воздухе Мы в лодки брали на бракад Да и нам сейчас брали в лодки На тракционном ходить Так А еще я помню там, где вот Как раз вот с дворцом Там же здесь вот этот конный манеж Да, или конный двор Да, вот Специальное заведение Вот там В Елагин-то дворе Тогда был закрыт еще в те времена А там выносили вот эти буфеты И я помню Тогда бутерброд, по-моему, с красной икрой Вот это вот Кусочек хлеба Он там стоил где-то Ну, я не знаю Там бутерброд с сыром Там 10 копеек, наверное А это 12 А с икрой, по-моему, копеек 18 Там с красной икрой Да, но дело в том, что Икры тогда не было Ну, как красная была уже Вот тогда еще Трудом Трудом В элитных семьях Нет, ну нет Какую я здесь ел Вот мне мама покупала Да из элитных семей Какой я из элитных семей Так же вот я здесь Как и дядя Миша Был в пионерском лагере Скакал Я был в пионерском лагере Только в Сестровецке А вот, кстати Легендарное место Вот это вот легендарное место Что здесь вот Стало очень хорошей традицией Да, Саш Ну, Стрелка Приезжать сюда Стрелку, да Чтобы посмотреть закат Как вот красиво солнце Опускается прямо в финский залив Ну и вот традиция ездить на Стрелку Где-то середины 19 века Она так сохранилась Я боюсь, она до недавних времен До нашего времени Я не знаю, как ты А большинство выпускников Вот здесь встречают рассвет После выпускного вечера Мне кажется, что сейчас Они все-таки уже больше Встречаешь до сих пор? Я до сих пор нет Я не встречаю Но вот я знаю, что Вот эта вот набережная Она действительно была сделана В те... Ну, естественно, там Отреставрирована что-то Но тогда была сделана В советские времена Но тогда была сделана Потому что настолько было Популярное место И вторые, и вторые Ливы, кстати Тоже копия, да? Тоже копия тех Копия тех Вот сейчас, конечно, не посмотреть Но одного лапка лежит Сверху вот на шарик А другой как бы больше Шарик этот забирает Да Ну, а про мордочку я уже не говорю Там у них один очень свирепый Другой не очень свирепый То есть один мальчик А другой девочка Это точно О, господа, я предлагаю еще Пройти в нашу ковид-компанию И там поговорить С прострелку Ну, если есть о чем поговорить Тогда пойдемте поговорим Ну, еще раз Морсом чокнемся Морсом Сладким Забьем сладкое Да И потом пойдем уже Подобное подобным надо Гомеопаты А вот я не знаю Я вот, по-моему Я уж не понял Но, по-моему, здесь тоже стояла Какая-то деревянная штука В детские времена И здесь В Цыпыково было Две лодочные станции Одна была внутри И в прудах Да И там можно было взять Лодку Ребятам давали А здесь, поскольку Здесь все-таки выход Уже был в акваторию Давали только уже со взрослыми Тоже давали Тоже давали Да Со стрелкой-то вот тут Как ты думаешь, Сережа Стрелка Как место встречи В нынешнем понятии Это вот отсюда пошло? Я не знаю Наверное, да? Я не знаю Вот тоже я спрашиваю Наверное Судя по всему, да Потому что слияние Клук-реку Нет, это я понимаю Нет, Саша Имеет в виду, что вот это Когда вот эти ребята Определённые как бы Приблизительно такой внешности Как у вас Только у них уши были Более оттопыренные В разные стороны Наоборот У них свёртые в трубочку Они же все Либо борцы, либо боксеры Они назначали вот эту стрелку Скорее борцы От этого, да, наверное? Ну, понятно У Саши Чёрного, кстати говоря Есть одно стихотворение Завершается словами Про то, как Моторы бюрократов Увозят на стрелку После дня трудов На благо Отечества Всё чиновничество сюда Ездило развлекаться А вот, кстати, да Я так понимаю Потому что этот шлюз Который запускал воду Был как раз, да? Систему продов Чтобы можно было Регулировать уровень воды Ведь на самом деле Ещё при Без то же времени Вот Если ты обратил внимание Вдоль всего острова Вот здесь вот Идёт вал Земляной По которому можно пройти И вот там Ну, как бы Внутренность острова Она чуть ниже Чуть ниже А вот этот вал Он ещё без то же Время От наводнений От наводнений защита И Приятно, что до сих пор Сохранился Там по этому валу Так хорошо гулять Там вниз так смотришь Ну, я думаю Что вот то наводнение 1824 года Ведь наверняка И этот остров И каменный остров Это всё там было Просто затоплено Естественно Естественно Самое сильное Самое сильное Наводнение И Здесь, конечно Всё было под водой Скрыто А вот время На Камбузе Вращаемся к Италии К моей любимой Блины Блины с морепродуктами Ну, я буду делать С креветками И с медьями Вот Это уже немножко Другая история Ну, обычный набор Для морепродуктов Зелень морепродукты Лимонная цедра Немножко зелени В конце Немножко пармезана Чтобы загустело Быстрее А что же тут всякие вот эти летние эстрады Да, и вот Помните Действительно были какие-то времена День шахтера День рыбака День медицинского работника Здесь всегда праздник Здесь всегда праздник Здесь всегда концерт Да, и вот какое-то Что-то вот было Всё-таки в те времена Когда все вместе Жизнодорожники Коммунальные квартиры Дядя Миша на сексофоне Поснимали Фильм Серью Фильм Ну Про Петербург Не про Петербург А про людей Петербургских Вот я попал в одну из серий Вот За кадром стихи За кадром читал текст Шевчук Интересный сериал такой Про разных людей Люди встретились в бане Разные люди И потом Про каждого в отдельности Рассказик маленький такой Новелл Ну Жизнь Ихера Да А еще я помню Наверняка Вот уже это помните Вот если Масляный лук Как раз смотреть На Илагин дворец То справа Там была такая Сделана трасса Асфальтированная И там такие вот машины С педалями Когда ты садишься Так вот руль Жук-жук-жук За 10 копеек Там тебе давали Какое-то время Покататься На педальном автомобиле На педальном автомобиле На меня всегда Прилещал больше Конь Помнишь был такой Педальный конь Их было мало Но они были какие-то То ли из папье-маши То ли из пластмасса Они, наверное, ломались Эти-то машинки Были металлические Ну металлические Они тоже А очень хотелось На коне Потому что их Было мало И всегда завидовал Тем, кому Доставался конь То есть Такой настоящий Жакеев Нет, у нас Любимый аттракцион Был все-таки Качели Здесь, да Ведь тоже качели Здесь, да Качели На них можно Раскачаться Раскачаться до стука До стука До стука Раскачаться Металл там Да Что бы случало Это самый классный Ну, я так понимаю Что, наверное, опять Русские нас накормили И пойдем Итальянские Итальянские Вот чем не нравится На нашем корабле Что у нас все Строго по расписанию Вот так вот Посидели Немножко поговорили Опять на пункт питания Вы готовы? Готов Ну, там уже Вот сразу говорю Дядя Миш Надо брать с собой Оружие труда То есть То есть Саксофон Саксофон уже Что, черпать Черпать саксофоном Там просто Я так думаю Что Вот придется уже Ударить по У вас Ну, ладно Сопрано Нет, тенор А, если бы надо было Взять сопрано Я бы взял Не, не, не Очень хорошо В Ивакина идет тенор Да, не Классная стена Генеральный спонсор проекта Компания Стрелец Спонсор проекта Компания Троя Ультра Спонсор проекта Пивной бар Огель Партнер проекта Ресторан Гренадерский Партнер проекта Компания Балтик Мастер Ну что Вот Как у нас Я чувствую Дядя Миша Ты проголодался С нами За нашими-то разговорами Ух ты Вы уже здесь Зато сколько Полезной информации Антон Спасибо тебе большое За сладкое Потому что Сейчас уже На самом деле Ничего не хочется Это себе Всегда хочется Нет Я вот Гречневую кашу Прошлый раз Принес Ну Ну Давайте попробуем С собой что ли Это с собой Он ее с собой привез Ой с мидиями С мидиями Это итальянский Да Ну а вот все-таки Русские элементы Ты привнес Это блины Блины не русские Не русские Нет Тоже итальянские Блины были еще При ацтеках и инках Саш, точно? Да Не лечит он Это международное Точно при инках И ацтеках Я обычно Заражаю Только инки и ацтеки Не сохранились А русские А русские Сокровищ Правда Очень вкусно Ну Я так понимаю Что наше путешествие Уже подходит к концу Да? К сожалению А это всегда Очень легко Полит Потому что стол Да Я все убираю А вот еще у нас Павильонтик, Саша Вот Я смотрю Так у нас Выплывает За нашей спиной Музыкальный павильон Тоже Росси Спроектировала Мы не случайно Дядь Миш Попросили взять Вас с собой Саксофон Все дело в том Что сейчас Состоится Знаете Сейчас состоится Такой обмен Вам понравилась Сегодня Продукция Мясоперерабатывающего Завода Стрелец Мы сейчас Меняем Колбасу Меняем Колбасу Я так понимаю Что Обмен состоялся Потому что Есть вы любите Я это просто вижу Когда у человека Хороший здоровый аппетит Это вам А с вас Саксофон Сейчас ведь тебя отдаст Что ты хочешь А после этого Побегут наши Хитрые Саксофон 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 КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!